Здравствуйте, дорогие ребятки! Сегодня у нас урок русского языка, а тема нашего урока стихотворение Набихазри «Весна – это я», а по русскому языку мы с вами разберем тему изменения глаголов по числам. Набихазри родился 10 декабря 1924 года в деревне Хардалан вблизи Баку в семье купца. Он писал очень много стихотворений, рассказов, очень интересных. Сегодня мы с вами разберем стихотворение «Весна – это я». На картинке, ребятки, мы видим весну. Давайте сейчас я вам прочитаю стихотворение «Весна – это я», а вы внимательно будете следить и читать вместе со мной. Зазеленели луга и поля, дружно сказали «Весна – это я». Ласточка выбралась в наши края, также сказала «Весна – это я». Солнце блеснуло в росинках цветка, кипенью белой плывут облака, и несмолкающий голос ручья всем говорит «Весна – это я». Гонят пшеница струнки-ростки, маков багрянов сожглись огоньки. Даже цветок на груди у меня тоже сказал «Весна – это я». Сейчас, ребятки, я вам прочитаю предложение, а вы должны докончить данное предложение. Если речка голубая пробудилась ото сна и бежит в полях сверкая, значит к нам пришла весна. Правильно. Если снег везде растаял и трава в лесу видна, и поет печушек стая, значит к нам пришла весна. Верно. Если солнце разрумянит наши щеки до красна, нам еще приятней станет, значит к нам пришла весна. Значит, во всех предложениях мы должны дополнить слово «весна». Ребятки, весна – это самое любимое время года многих писателей-поэтов. Она дарит чувство радости, обновления, заставляет взволнованно биться наши сердца. Вот вам такое задание. Вы должны нарисовать пейзажную зарисовку по мотивам данного произведения. Значит, это задание вы выполняете самостоятельно. А теперь, ребятки, приступаем к русскому языку. Перед тем, как приступить, давайте я вам прочитаю несколько слов. Вы должны подобрать подходящие слова. Спинки, тетради и ручки, улыбку. Вы поняли что-то? Нет, конечно же нет. Но если мы туда добавим глаголы, давайте добавим. Вы прямили спинки, приготовили тетради и ручки. Подарите улыбку. А теперь вам ясно, ребятки? Да. Значит, глаголы делают нашу речь ясной, понятной и богатой. Мы добавили к данным словам глаголы и у нас получились ясные, понятные предложения. А теперь, ребятки, открыли тетрадки, приготовили свои ручки. Выполним следующее задание. Прочитайте, выпишите глаголы. Читаю, беглец, чтение, бегун, бегают, несут, спит, вешает, вешалка, весы, стоит, ель, белеет, белизна. Я вам прочитала слова. Мы должны выписать только глаголы, а потом с одними слов надо составить предложение. Давайте посмотрим, какие глаголы мы выбрали. Читаю, правильно, это глагол. Беглец, чтение, бегун, это не глаголы, это существительные. Дальше, бегают. Что делают? Бегают, правильно, это тоже глагол. Следующее слово, несут. Несут, тоже глагол. Слово несут отвечает на вопросы, что делают, несут. Следующее слово, спит. Слово спит отвечает на вопрос, что делает. То есть, это слово тоже глагол. Тоже подчеркиваем двумя чертами. Вешает. Что делает? Вешает. Правильно, это тоже глагол. Вешалка. А вот слово вешалка отвечает на вопрос, что. Что вешалка? Это существительное. Весы. Слово весы тоже отвечает на вопрос, что. Это тоже существительное. Стоит. Стоит, это глагол. Что делает? Стоит. Следующее слово, ель. Слово ель отвечает на вопрос, что. Значит, слово ель, это существительное. Следующее слово, белеет. Что делает? Белеет. Это глагол. И последнее слово, белизна. Что белизна? Это не глагол, это существительное. Правильно выполнили задание. Сейчас мы с вами выполним следующее упражнение. Мы должны записать предложения, дополнив их подходящими по смыслу глаголами. Давайте я прочитаю. Ветер дует, дождь идет, снег падает. Вы должны, ребятки, дополнить данные предложения. У вас здесь записаны слова для справок. Давайте посмотрим, какие же у нас предложения получились. Ветер дует, воет, шумит. Правильно, можно дополнить данными словами. Дождь идет, льет, хлещет. Совершенно верно. Снег падает, вьется, кружится. Правильно, ребятки, молодцы. Совершенно верно выполнили задание. А теперь давайте мы с вами закончим данные предложения. Глагол это часть речи, которая отвечает на вопросы, что делать, что сделать, что делает, что сделает. Глагол обозначает действие предмета. Правильно. Глаголы изменяются по числам. Верно, давайте это мы запишем. Глагол это, мы должны написать, часть речи, Глагол обозначает действие предмета. Глагол обозначает действие предмета. И отвечает на вопросы, что делать, что сделать, что делает, что сделает и так далее. Данные вопросы я уже не буду записывать, мы их с вами устно разобрали. Глаголы изменяются по числам. Правильно, записываем. По числам. Совершенно верно, ребятки, мы с вами повторили тему. А теперь давайте напишем домашнее задание. Домашнее задание на странице 152, выполните упражнение 15. На сегодня наш урок подошел к концу. Мне очень приятно было поработать с вами. До свидания, до новых встреч! Здравствуйте, ребята! Я рада снова приветствовать вас на уроке математики. Сегодня мы на уроке будем заниматься умножением на 5 и на 10. Откройте, пожалуйста, свой учебник на страничке 99. Возьмите простой карандаш и вместе со мной будем заполнять табличку, которая у нас дана в задании номер 1. Дополните в тетради таблицу умножения на 5 и 10. Решите примеры и проверьте с помощью таблицы. Итак, у нас дана таблица умножения на 5 и на 10. Итак, если 5 умножить на 2, то это у нас будет, ребятки, 5 мы возьмем 2 раза, будет 10. Так и запишем. 5 умножить на 3, то есть мы прибавляем еще 5, получится 15. 5 умножить на 4, это будет, ребятки, давайте подумаем, увеличивается еще на 1 пятерку, будет 20. Теперь, ребятки, умножим 5 на 5. И это будет у нас, конечно же, все верно, 25. Если мы 6 умножим на 5, то есть мы берем 6 раз по 5, то у нас получится, если мы взяли 5 раз по 5, было 25, плюс еще 5, получится 30. 7 раз по 5, будет 35. 8 раз по 5, это будет 40. 5 умножить на 9, это будет, ребятки, если 5 умножить на 8 равно 40, то 5 умножить на 9, подумайте-ка, конечно же, это будет 45. 5 умножить на 10, или же 10 умножить на 5, это будет равно 50. Теперь, ребятки, давайте рассмотрим умножение на 10. Если мы 10 умножим на 2, а это же есть 2 умножить на 10, то есть мы берем 2 раза по 10, а это будет, ребятки, конечно же, 20. 3 раза по 10, это будет, ребятки, конечно же, 30. 4 раза по 10, это будет 40. 10 умножить на 5, это то же самое, что 5 умножить на 10, то есть мы берем 5 раз по 10, и это будет равно 50. 10 умножить на 6, или же 6 умножить на 10, это будет равно 60. 1 умножить на 10, 1 умножить на 10, 2 умножить на 7, чему будет равно произведение? Все верно, произведение будет равно 70. 1 умножить на 10, 2 умножить на 8, или же наоборот, 1 умножить на 8, 2 умножить на 10, произведение будет, все верно, равно 80. Произведение чисел 10 и 9, или же наоборот, произведение чисел 9 и 10 равно 90. 10 умножить на 10 умножить на 10, это будет 100. Теперь, ребятки, вы заполнили эту табличку простым карандашом в своей книжечке. Используя эту табличку, вы дома с легкостью можете решить данные примеры. Вы их запишите в тетрадочку и решите самостоятельно. Теперь, ребята, мы выполним с вами задание номер 2 на странице 98. В каких случаях при умножении на 5 произведение оканчивается на 0, и в каких на 5? Имеет ли значение то, что на 5 умножается четное или нечетное число? Для этого вернемся к нашей табличке. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. У нас здесь есть четные числа. Это 2, 4, 6, 8, 10. И при умножении четных чисел на 5 у нас получилось число, которое оканчивается на 0. Так и запишем. Если на 5 умножается четное число, то произведение оканчивается на 0. А если же мы умножаем на 5 нечетное число, давайте посмотрим. 1, 3, 5, 7 и 9. Обратите внимание, ребятки, произведение этих чисел оканчивается на 5. Если на 5 умножается нечетное число, то произведение оканчивается на 5. Если же, ребятки, мы умножаем число на 10, как вы обратили внимание при заполнении таблицы, то все произведения оканчиваются у нас на 0. Рассмотрим с вами задание номер 3 на странице 98. Я задумал число. Если умножить его на 5, то получится число, которое на 5 единиц меньше 30. Какое число я задумал? Итак, давайте сначала определим, какое же число меньше 30 на 5 единиц. Для этого мы число 30 уменьшим на 5 единиц. И это у нас получится 25. Значит, мы задумали число, если его умножить на 5, то у нас получится 25. Давайте подумаем, какое же это может быть число. Сколько же раз нам нужно взять 5, чтобы у нас получилось 25? Так как 25 у нас оканчивается на 5, то мы уже знаем, что это будет у нас нечетное число. Если мы возьмем 5 один раз, у нас получится 5. Не подходит. Если возьмем 3 раза, 3 тоже нечетное число. 3 раза по 5, давайте посчитаем, 5, 10, 15. Не подходит. Попробуем 5 раз. 5, 10, 15, 20 и 25. Значит, это число равно 5. Рассмотрим задание номер 5 на странице 100. На сотенном квадрате вместо чисел нарисованы круги. Часть сотенного квадрата покрыта листом бумаги. Число кругов в открытой части сотенного квадрата выразите с помощью действия умножения. Итак, ребятки, давайте посмотрим. Вот у нас нескрытая часть, открытая. Если мы посмотрим внимательно, то у нас здесь 5 строк. В каждой строке у нас по 4 столца. Чтобы найти общее количество кругов, нам нужно 5 умножить на 4. Так и запишем. Чему же это будет равно? Давайте посчитаем 4, 8, 12, 16, 20. Так и запишем. Также мы можем вычислить и по-другому. Столбцов на количество в каждом столбце. То есть у нас 4 столбца, а в каждом столбце у нас по 5 строк. То есть мы можем записать 4 умножить на 5. И это тоже будет равно 20. Теперь рассмотрим следующий рисунок. Итак, у нас 4 строки. В каждой строке у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбцов. То есть мы можем записать 4 раза по 6. Давайте посчитаем, чему будет это равно 6, 12, 18 и 24. Значит, 4х6 будет 24. Рассмотрим по-другому. И в каждом столбце у нас имеется по 4 строки. То есть мы можем записать 6 умножить на 4. И это тоже будет равно 24. Потому что мы знаем, что от перемены места множителей произведение не меняется. А этот последний рисунок вы выполните, ребятки, самостоятельно. Теперь, ребята, выполним задание номер 6 на странице 100. В одном пакете 2 килограмма сахара. Сколько килограммов сахара в 8 таких пакетах? Давайте рассмотрим наш рисунок. Итак, у нас 8 пакетиков с сахаром. В каждом пакетике у нас по 2. Сколько же будет всего? Для этого мы должны с вами умножить количество пакетов на количество сахара в одном пакете. То есть 8 умножить на 2. Давайте посчитаем, сколько же это будет. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Значит, если мы возьмем 8 раз по 2, это будет 16. Значит, в 8 пакетах у нас 16 килограмм сахара. Теперь рассмотрим следующую задачу. Цена 1 килограмма яблок 4 моната. Сколько монатов должен заплатить покупатель, чтобы купить 4 килограмма яблок? Итак, мы знаем, что 1 килограмм стоит 4 моната. Значит, мы берем 4 раза по 4. 4 раза по 4, давайте посчитаем. 4, 8, 12, 16. Значит, будет 16 монат. Теперь покупатель покупатель покупает 5 килограмм яблок. То есть он берет 5 раз по 4. Так и запишем. 5 умножить на 4. Давайте посчитаем. 4, 8, 12, 16. И пятый раз это будет 20. Итого получается 20 монат. Теперь наш покупатель покупает 10 килограмм яблок. То есть он берет 10 раз по 4. И это будет равно, ребятки, 40 монатам. На этом наш урок подошел к концу. Выполните, пожалуйста, задание номер 1, номер 4 на странице 99 и номер 3 на страничке 100. И, ребятки, обязательно каждый день повторяйте таблицу умножения. Всего вам хорошего. До встречи на следующем уроке.